но опять не сняли видео значит смотрите какое тесто которое постояло ну почти сутки видите воздушно воздушное тесто вот эти два кусочка я оставляю а это я уберу в морозилку до лучших времен в пленочку потом обязательно под я подписываю тесто дрожжевое холодное что это холодным способом она поднималась и еще раз еще в пакетик и морозилку и у меня еще есть вот кусочек теста это я вчера делала его и абсолютно вылетел из головы я не добавила сахар и вот я хочу его тоже попробовать что значит тесто на холодным способом приготовленное без добавления сахара а в общем то тоже поднялась мягенькая замечательная его отдельно потом сделал и просто посмотрю так теперь мы это тесто соберем немножко надо его размять разделе разделим на две части и будем раскатывать слегка припудриваем поверхность и тоненько-тоненько раскатываем при этом я давно давно уже минут 20 как включила духовку 250 градусов у меня самое большое и на самый низ я на дно духовки я положила противень потому что выпекать я буду на противень и вот сейчас раскатываем достали противень он очень горячий раскатали два вот у меня получается здесь две пиццы вот так вот руками если получится разгоняйте краям чтобы у вас края получились и прямо на горячий противень выкладываете великолеп получился и второй нет не получится один получится один так теперь щедро смазываем соусом ведь он начинает уже здесь дымится уже начинает готовится вот так теперь сыр моцарелла ну сделаем так узнаете полноценную для сытости здесь у меня вот такая ветчина из индейки положим ее сюда делаем все это быстро так теперь сыр и менталь пармезан сверху все и ставим духовку ставим минут на 10 так я опять забыла включить камеру для начинки пиццы я сварила вот такой соус томатный здесь мелко порезанный лук слегка обжаренные помидоры без кожуры немного чеснока соль перец и сейчас вот я несколько листиков базилика добавлю туда не любите базилик добавьте петрушку не петрушку укроп не любите зелени не добавлять это такая импровизация то что любит я еще туда добавила чайную ложечку у меня есть видео где уксус столовые и очень много базилика и он настаивается этот соус на такой уксус получается с привкусом базилика какой-то такой необыкновенно вкусно его можно добавить и в салат и везде перемешали потом я приготовила вот это знакомая многим баночка это оливковое масло и порезанный чеснок вы просто мелко режете чеснок заливаете оливковое масло но не делайте много вот у меня здесь ну буквально там 50 грамм 30 50 грамм постоит там несколько часов и и масло будет такое с привкусом чеснока и очень вкусно этим маслом смазать овощи которые вы ставите в духовку овощи которые вы на гриле готовите просто вот полить этим маслицем кусочек поджаренного хлебушка там сардинкой очень вкусно и я приготовила сыры это у меня сыр фета это моцарелла пармезан и ментал ну и в общем все это я сейчас буду натирать на терке пармезан и менталь а это я положу кусочками я знаю что там хотела сначала выпендриться и сделать сыр и пицца 5 сыров но нет у нас сыра бри поэтому сделаем из того что есть прошло 15 минут это наша пышет вот такая сыра я положила щедро поэтому немножко так вытекает перекладываем на тарелочку и убираем на стол посмотрите какое чудо видите какая она тоненькая вы знаете можете начинки положить поменьше если вы не любите много начинки мы любим чтобы начинки сыра было побольше вот такая пицца сказочное тесто тоненькая не резиновая просто замечательно те кто на диете дюкана давайте побыстрее переходите на закреп и вас будет пир и вы в этот пир сможете попробовать эту чудесную пиццу приготовить я всем вам желаю здоровья худейте с удовольствием и наверное уже с наступающим новым годом но и рождеством если мы не выйдем в эфир всем желаю здоровья всем пока худейте с удовольствием пиццу то мы съели а протеста видео не сняли поэтому сейчас я вам покажу как мы делаем тесто на нашу пиццу пицца на самом деле это очень тоненькое тесто для любителей тонкого теста значит рецепт у меня здесь уменьшен в два раза под видео я напишу полный рецепт то есть тесто получится достаточно много нам хватает этого теста на 4 пиццы то есть две мы делаем сейчас и половину теста я уберу в морозильник и когда мы захотим не забудьте тесто подписать значит для этого теста нам понадобится 165 грамм муки муку я просеяла дрожжи быстрые у меня здесь 4 6 грамма но надо 5 грамм мне этого достаточно будет 5 грамм соли ну где-то 4 грамма сахара я возьму вот знаете чайную ложку это в общем то не принципиально все сухие ингредиенты нужно перемешать и добавляем сюда 90 миллилитров холодной воды и начинаем замешивать тесто для меня было большим открытием честно вам признаюсь что можно делать дрожжевое тесто с добавлением холодной воды и не надо заморачиваться с тем что все продукты должны быть теплыми абсолютно тесто получается дрожжевое дрожжи работают там происходит какой-то свой процесс именно вот холодные так сейчас мне нужно взять перчатку и освободить венчик от теста так перчатка есть я всегда тесто замешивала что называется голыми руками но вот недавно узнала что можно от перчаткой и на самом деле перчатки тесто не пристает руки остаются чистыми и не надо знаете вот это вот с каждого пальца счищать тесто выковыривать там в общем рекомендую теперь мы вот это тесто вымешиваем соединяем все что получилось у настоящее тесто если вы сделаете вот полный рецепт как я напишу под видео то у вас тесто будет ну такой большой кусок и вам конечно будет удобнее вот маленькие такие кусочки теста достаточно сложно замешивать вот тесто у нас собралось и теперь нам нужно сюда влить потихонечку примерно 10 грамм оливкового масла все сразу не вливайте вот сделайте вот такое углубление чуть-чуть наливаете и продолжаете вымешивать видите перчатки очень почти почти чистая то есть очень удобно где-то в три приема я волью оливковое масло ну вот такое тесто получилось очень пластичное к рукам не пристает вот и теперь мы это тесто я разделю на 4 равные части вот это будет вот так две части это у нас на потом а это у нас будет на завтрашнюю пиццу в общем это все тесто нужно еще на два часа отправить в холодильник для расстаивания я не знаю даже как назвать ну чтоб она поднялась я вот об этом способе узнал совсем недавно что дрожжи можно замешивать на холодном что не нужно греть там если добавляются яйца яйца теплые мука теплая все должно быть теплое что здесь все может быть холодным это очень удобно для нас потому что в доме у нас прохладно и чтобы сделать тесто зимой это нужно включать духовку в общем целая история это тесто и на самом деле это не какое-то новшество это известно давно-давно оказывается я тоже об этом узнала начиталась как пишут что получается великолепные пироги которые не черствеет течение 7 дней зачем мы готовить на семь дней ну в общем сейчас я накрою пленкой и мы отправим не в теплое место мы отправим в холодильник на два часа так ну вот прошло два часа тесто видите поднялось поднимать я раньше времени его разделила сейчас его надо еще раз память она абсолютно не прилипает к рукам очень эластичную вот теперь я его разделю на две части это у меня будет часть которую мы положим в морозилку поэтому завтра сделаем две небольшие пиццы это сейчас я опять отправлю в холодильник и до утра и вот так холодильник